Добрый вечер дорогие друзья! Будете зажигать? Да! Вы готовы друзья? Да! Ну что ж поехали! Отставайся с нами, смотри в контрагму до конца, будет очень интересно. Эти ребята тебя сегодня зажгут. Так как в этот раз у нас получился гуманитарный день, интересно будет увидеть две программы, которые не будут повторяться. А что ждут зрители от сегодняшнего дня? Прежде всего я жду конечно очень большого шоу, потому что я очень люблю массовые такие номера. Вот, я в этом году первокурсец, поэтому никогда не бывала на таких мероприятиях масштабных, студенческих. И поэтому я прям вся говорю, хочу поскорее посмотреть, что же наконец нас ждет. Первым выступал Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций, поэтому мы решили наших участников не беспокоить. Да-да, ведущий сегодня непредвзятый. И к счастью нам попался Роман Петрович Баканов, который ответил практически за всех. Хотел бы поблагодарить ребят, во-первых, творческую группу, всех, техническую группу, творческую группу, ребят, которые не спали ночами, и вчера мы с ними здесь сидели до трех часов ночи, утра, делали баннер, прорабатывали последние сценарные шаги, все это вместе смотрелось. Хотел бы поблагодарить... Не хочу никого обидеть, но выделить я хочу всех. И авторов, и постановщиков, и артистов, и зрителей. А теперь пойдем глянем, как готовится Институт филологии и межкультурных коммуникаций. Сегодня будет показана интересная программа. Не знаю, как у них, но у нас будет интересная программа. А что у вас будет в программе? ФМК. Я не буду раскрывать секретов. Эту программу вы увидите скоро. Ну, чуть-чуть совсем. Ну, у нас будут мега интересные песни современные, которые переделаны под национальные мотивы. Интересные танцы. И народные, и современные. Ну, будет очень-очень интересно и очень круто. Так что лучше приходите. Как же в день выступления ФМК не пообщаться с Марией Чагадаевой, настоящей звездой КФУ и деревней Универсиады? Как вообще настроение перед выступлением? Боевое. Готовимся. Отлично. Можете что-нибудь пропеть из того номера, что у вас будет? Конечно. Как бы тебе повезло, о-е-е-е, твоей невесте. Завтра мы едем тратить все свои, все твои деньги. Вам отдельные аплодисменты. Сегодня у нас получается такой гуманитарный день. Сегодня против вас выступает Институт социально-философских, наук и массовых коммуникаций. В простонародье ЖУРФАК. Не тяжело ли будет играть против них? Конечно нет, но мы только что знали, что оказывается мы выступаем ЖУРФАКом. Мы желаем им удачи и нам тоже. Теперь коротко о студвесне из ВНИМК. Хоть там и помимо журналистов учатся еще и философы, социологи и конфликтологи, их до сих пор помнят как факультет журналистики и социологии. По номерам тем более, никакого намека на другие направления, только известные телевизионные проекты и фильмы. На сцене Уникса мы могли увидеть самый настоящий ситком, программу «Детектор лжи» и хит российского телевидения «Вечерний Урган», который в этот вечер стал вечерним папой. Но больше всего меня удивил танец под мелодию из Форда Боярда. Сначала я даже подумал, что на сцене известны герои программы «Паспарту» и «Пасмирай». А может, это они и были? Зная, сколько сил вложили в выступления студенты из ФНИМК, я не мог не пообщаться с новым режиссером-постановщиком Валентином Юшко. Готовка была сложной, но интересной. Поэтому, как сказать, вообще студенческий фестиваль, студенческая весна – это такой фестиваль, которым действительно нужно жить. И, наверное, я хотел бы себя отнести к тому числу людей, которые действительно этим живут. Потому что ребята, все-все-все – это один большой процесс, один большой, мощный действительно процесс, который собирает друзей, знакомых, появляются новые знакомства. Весна ведь, появляется и любовь. И это очень круто, очень здорово. А подготовка – всегда есть минусы, всегда есть плюсы. Желаем удачи нашим ребятам в дальнейших выступлениях. Ну и куда же мы без человека, который считает себя экспертом, который думает, что Институт управления экономикой и финансов впереди планеты всей – вагизом. Ну что ж, вагиз, выкладывай, что в этот раз тебе не понравилось, а может, даже и понравилось. На самом деле, мне очень понравилось, понравилось сегодня, намного лучше, чем в прошлый раз. Если вы видели в прошлом выпуске, я был недоволен. А сегодня я доволен. Молодец, Валентин, он классный. А, к сожалению, режиссера другого института, я не знаю, кто был режиссером. Очень понравилось, неплохо, неплохо, все хорошо. Приходите завтра, а если этот выпуск, я не знаю, когда выйдет, приходите с 17-го числа на студенческую весну Институт управления экономикой и финансов. Там будет хорошо. Ну что ж, а теперь давайте попробуем увидеть происходившее на сцене глазами вагиза. Субтитры сделал DimaTorzok В целом гуманитарный день прошел успешно, зрители довольны, участники тем более, ведь все теперь позади. Хотя нет, не все, галоконцерт же еще и я надеюсь, что с этого дня в программу Гальника попадут практически все номера. На этом пятый день фестиваля студенческой весны подошел к концу. Большое спасибо за внимание, большое спасибо, хотелось бы сказать, выступающим, потому что сегодня был настоящий драйв, хоть и гуманитарный сегодня был день, но они по-настоящему зажгли. На этом все, с вами был Роман Полинсков. Увидимся, смотри нашу программу каждый будний день. Не пропусти! Субтитры сделал DimaTorzok